врутр ящер уже на работе короче сейчас 4 заказа закинул принц они все по пути один за одним и поеду за пюре этим яблочным опять сегодня еще москва приедет а мы всеми до хрена погрузок разгрузок поеду за пюре привезу но как погружать никто не знает потому что на лифте больше нельзя я выехал сейчас на базу заеду там один заказ закину и манагер попросил не замерзайте ему там взять и на заправочку заедем но еще три заказа закину там они принципе все покупно и поедем водой и вскакиваю с базы и замерзайчик шинку взял как он попросил выгрузил заказ что там осталось три заказа у меня еду потом на заправку всем чем заповедуемый более погода вообще же тут видите все нормально снег лежит грязный а там сюда это значит что сразу изначально уже ослать посыпали какой-то херню и реагентами каких-то снег вообще не лежит вообще падает сразу так грязище у меня все фары по машине грязь стоит принцесса один заказ кинул леденцин возврат дали поедем еще три отвезем возвраты сушки черемуха я там уже склад это все возвраты там всякая херня бывает конечно побольше будет весь коврик занят так что последний заказ кинул едем на заправочку и дальше путь заказы развез заправился теперь можно мчать вроде пробки пока нет можно выезжать смело сейчас помогать их заскочу конечно я буду по беспределу здесь разворачиваться здесь как бы разворота официальных нет но видите народная тропа протоптана как говорится зимой тут сайте можно забуксовать всем чем водой короче говоря до этого завода, это СССР, 5 километров, по-моему, там. Так, началась вся моя веселуха. Под снегом не видно, но под снегом не ослайд, а плиты. И это, вон, 20 километров в час. Всё трыбежит, всё трыщит, блин. Это ещё снег сглаживает, а? Когда без снега, тут вообще бэм-бэм-бэм, 10 километров в час. Ну, тут прям зима-зима, а потому что реагентов не цепит. О, блин, а сейчас машина развалится, это щебёнка здесь уже. Сейчас должна выйти бабуля, спросить, куда я, и открыть ворота. И мы попадаем прямиком в СССР. Так, провода тут всякие. Поехали. Коль пускают. Трактар оставит более-менее свежий, конечно, не самый свежий, но более-менее, по сравнению с тем красным, допустим. Так, мужики, крышу тут уже снесли. Когда я ездил, я снимал, мужики, крышу долбили. Тут, видимо, весты будут стоять для грузовиков, а крышу сняли, чтобы грузовик мог по высоте проехать. Мне, наверное, надо вот сюда куда-то, где транзит, туда старенький. Последний раз и здесь грузился. Всего три раз грузился, самый первый раз нам далеко, теперь два раза здесь. Ну, сейчас сюда встану и пойду в бухгалтерию. Блин, прикольно. Там снег, зима, как деревня, но это есть у них деревня здесь вообще-то. Смотрите, сколько бочек здесь. Какой-то хуй вышел, говорит, отгони машину. Короче, штачку отогнал, там просто транзит туда заезжал, в эти ворота. Не знаю, может грузиться тоже передо мной будет. пока в стороне ее кинул. Вон, на сзади стоит. Пойду бумаги пока оформлю. Холодовато здесь вообще по-лютому. Блин, так в бункере. Блин, что-то я заблудил, там дверь закрыта. Куда идти, хер его знает. Блять, куда-то вообще вышел, непонятно. Блять, вроде бы нашел вход. Если тут дверь будет открыта, конечно. Там было закрыто, да. Блять, и тут закрыта. Пиздец. Пацаны, я непосредственно в заводе. Вот все трубы. Все, что тут происходит. Сейчас буду кому-нибудь искать. Мне пиздыть недавно, что я тут лазю. Слышу там голоса, пойду туда. Попался я из этого лабиринта. Уже в тачке. Сейчас буду парковаться. Сказали, нельзя тут ходить, что тут ходишь, камеры везде стоят, типа посторонние. Ну нормально, как не выебаешь. Сейчас так просто сказали. Вот сейчас паркуюсь. Короче, бухгалтерша. Просто вызвали кодминистерства в Тулу. Ее все нет, поэтому все закрыто. Сейчас паркуюсь. Стоят там. Сзади уже ворота открыли. Загрузили, выезжаю. Короче, бухгалтерша нет сегодня. Поэтому еду без бумаг. Я не знаю, если легалы тормознут, будут ли какие вопросы, проблемы. Непонятно. Ну, короче, бухгалтерша сегодня сегодня нету, поэтому едем без бумаг. И пять бочи по 300 килограмм. Ни хер его вот так трясет. Сезам, откройся. СССРовские ворота открываются. Выезжаем в 21 век практически. Еще чуть-чуть. Трясет, колбасит. Блин, тут шебенка под снегом. Там сейчас плиты будут. Вот люди живут. Деревня, глушь, тишина. Тут даже магазинов нет в тот раз смотрел, чтоб что-нибудь пахало взять. Просто ничего нету. Старенькие домишки. Вот эти люди, которые здесь работают, сейчас разговор слышал, у них зарплата в районе 17 тысяч, по-моему. Да, что там сказал 17. А если идешь в отпуск, то 6 рублей вообще тебе платят за 2 недели, или за 3, я чуть не понял. И как вот людям жить? Ну понятно, что это глушинка, тут и повод трать некуда, но все равно вещи покупать надо, что там продукты покупать надо. По-любому тут огороды у всех, какую-нибудь свою херню тут выращивают. Ну все равно, это что за зарплата? Это просто дичь. Там, блядь, в Москве вы не охуели бы с такой зарплатой. Это вам на день по ужине там в ресторанчик сходить, а то не хватит. Вот так люди живут, блядь. Заброшенные дома уже, деревьями поросли, разруха. Еще этот завод как-то держится, видите. У него цены, видимо, не особо большие, потому что, ну, ниже, чем у того, где мы раньше покупали. И поэтому, может быть, из-за этого и держатся, покупают. Вон, видите, кто-то мед там делает. Стоят эти пасеки, или как они называются, царицкопновые. А этот фург, который заезжал, он им яблоки привез. Ну, на тот зал, который мы первый ездили, там фуры прям яблоки привозят, большое там предприятие перерабатывает. Тут, может быть, тоже так же, ну, и такие частники, видите, привозят, продают, а потом делают пюре вот это. Зимняя сказка. О, колбасит, о, колбасит. Сначала я втул, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, пишите комментарии, задавайте вопросы. До свидания. До свидания.